Слышно, я бы ещё поспал. Здесь нельзя шумодав включить. Да пофиг. Я не думаю, не так страшно. О-о-о! Весь этот пазлый лук не попадут. Вершилось. К ряду. Что такое? Не-не-не-не. У нас новые доски. Что-то они выглядят устрашающе. Если это на меня рухнет, я просто даже как-то... Маловили. Сейчас, скажем, подглядываю. Так, хорошо. О-о-о! У нас там завершился какой-то чурот. Надо бы начать коротенький, новый чуротик. И его можно условно назвать, таким собирательным словом, метод вопласса. Значит, что это такое? Это как бы... Такой метод, как ещё тащим в точке интегралов. Что сказать, да? Я столкнулся, да? Так. Так. Вот рассмотрим такой интегралитик. Мы его уже считали как-то. Закралов на ряду и пополам. Ну, мне лучше бы, конечно, косит. Как-то привычнее рисовать. Я хочу рассмотреть такой интеграл. Ну, и... Мы такой считали синусом. Давайте я тогда сделаю замену переменов пополам минус x. Он превратится в интеграл синуса, да? Вот тот, который мы считали. Ну, и считали. Мы его считали. Я напишу ответ. Значит. Ну, там ответ зависел от чётности n. Давайте я возьму какой-нибудь вариант. Это было как бы при нечётном. Получилось такое вычисление. А дальше мы эту штуку загрузили в неравенство какое-то. Получилось такое вычисление. Из этого дела формулы Алиса. Этого эксперимента во втором семестре, да? Формулы Алиса нам говорили, что, значит, если там, допустим, рассматривая вот такое соотношение двойных материалов, то в этом случае, когда мы считаем такую штуку, дело просто стремится к Пи. Да, значит, давайте я напишу. Наверное, плюс один или минус один. Ну, не важно, да, это всё идёт. Так, это значит, я продолжаю. Значит, вот это вот новейшее достижение, как новейшее средневековое достижение. Значит, получается, что это у меня 2К двойной факториал, да? На 2К минус один. Ну, хорошо. 2К минус один. Вперёд. Ну, я, правда, не 2К минус один, а 2К плюс один. Ну, значит... Ну, давайте пока оставим. Значит, оно тут в квадрате, оно без квадрата. Ну, давайте напишем 1 на корень из К. Так, это я написал, чтобы воспроизвести фрагмент формулы. А теперь надо дописать, чтобы, как бы, равенство получилось. Чувак пропустил. Ну, вот кто, да, единственного К плюс один. И корень из К. Кажется... Н 2К плюс один? 2К, скобка. Чё? 2К, скобка. А, ну, это тоже. А, ну, это тоже. Ну, вот. То есть теперь я могу сказать, что это штуковина. Перевент стремящимся к бесконечному. Или в данном случае приказ стремящимся к бесконечности. Стремиться... Стремиться, стремиться, стремиться. что такое. Сейчас, подождите, значит… Изобразие. Сейчас ещё раз. Квадрат, т.е. я написал П. Значит, первым наш трехкорр не успеет. А, вот аномально. Значит, стремится… Не стремится, а эквивалентно. Путуральные слова такие. Эквивалентно при К, стремящемся к бесконечности. Ну, и Лен, стремящемся к бесконечности. Значит, корень из П – это вот это дело. Ну, а здесь единичку можно зачеркнуть, на К сократить, единица на два корня из К. Так, или возвращаясь к тому, что К. Да. n-1 пополам, да? Ну, я когда заменён эквивалентно, сейчас дифтярный нахрен. Начиналось с n, значит, закончу P. То есть, К – эквивалентно n пополам, да? Ну, значит, сюда можно поставить n пополам. Значит, что так получается? Занесу всё под корень. Пи n пополам – это место корня из К, а двойку занесу на четыре. Вот. Мне казалось, что там немножко не так много. Я так нормально тоже пополню. Получается вот так. Ну, короче, вот, значит, наши манипуляции… Новый взгляд на старые вещи, да? Значит, глядя на, по-моему, у Алиса историю получения, мы можем добыть такую, такую осень в точку. В принципе, мы о чем все бесконечности. Вот этот интеграл ведёмся, как константы делить на корень из n. Давайте посмотрим, нельзя ли это, как бы, хотя бы, так сказать, предсказать просто, ну, по общим свойствам функции. Значит, вот, как идёт себя косинус, узнаем, как ведёт функция. Косинус x в степени n. Ну, легко догадаться. Значит, берём обычный косинус. У меня сейчас он мастер окончится. Почему-то у меня такие интересные вещи. Значит, ну, вот, косинус, он, как бы, так вот, потихонечку убывает, да? И пошла волна. Ну, если вы возведёте его в высокую степень, то он очень сильно прогнётся вниз этот график, как бы, какой-то такой. Так, график функции. Косинус x в степени n. Ну, и, соответственно, нам сообщают, что если вы вот эту штуку и эту функцию интегрируете, то ответ порядка пи на корень из n, то есть, это иными словами, вот, площадь под графика. Ну, говорят, что она равна вот этой картинке пи на корень из n. Давайте поставим всё это понять. Вот, так, давайте вот посмотрим, насколько широкий этот горб. Я так, совершенно ведь из общих соображений нарисовал, и ни в одной точке не вычисли этот косинус, да? То есть, просто чисто из монотонности. Ну, давайте посмотрим, значит, вот, возьмём какую-нибудь точку, например, ну, просто так, легче считать, психологически вот этот момент. Насколько велик косинус в этой точке? Косинус 1 nt в степени n, это сколько? Ну, не знаю, сколько. Ну, не знаю, сколько. Ну, во-первых, косинус мы умеем взявить на эквивалент, но во-вторых, функция в степени функции мне неудобно вычислять, это, мне кажется, плохое выражение, через экспонент. Экспонента в степени n логарифм, да? Ну, теперь заменю. Значит, косинус x от единицы минус x равен пополам с хорошей точностью. То есть, это, получается, экспонент n логарифм единица минус 1 2 n квадратная плюс, там, маленькие какие-то. То есть, это значит, что, ну, логарифм с хорошей точностью минус 1 2 nt и под экспонентой с хорошей точностью минус n пополам. Минус 1 2 nt. n квадратная 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 включая с минус 1 2 nt, да? Это с хорошей точностью единиц. То есть, я, так сказать, сделал такой эксперимент. Я отошел на одну n-ту от нуля. И вижу, что в этом месте еще функция, ну, как бы сказать, не начала убывать. Она еще с хорошей точностью все равно единица. Ну, а насколько нам надо отойти, чтобы она уже начала убывать? Ну, так сказать, и ответ подсказывает, да и вот это вычисление подсказывает. Давайте-ка возьмем единицу на корень из n. Да, если n миллион, то тут одномиллионная, тут однотысячная. Существенно дальше от нуля. Значит, тогда получается, что наш косинус... Ну, это все то же самое, только теперь, значит, я единицу на корень из n сюда поставляю. Тут будет 1 2 n. Получается, что это экспонента от n на логарифм 1 минус 1 2 nt плюс u . Сейчас у маленькой отвечает за погрешности. В принципе, оно, наверное, мало. Ну, по крайней мере, оно, видимо, когда n большое. Ну, мало по сравнению с этим. Поэтому можно так на него в среднем смотреть. Логарифм в хорошей точке все равно слагаемую. Ну, и мы получаем, что это примерно е в степени минус 1 2. То есть, как бы, единица на корень из e. e это 2 и 7. Корень из 2 и 7 это 1 и 8. 1 делить на 1 и 8. Ну, короче, меньше единицы. Это 1 и 2 еще не дотянуло. Оно уже где-то так начало подпадать. То есть, вот для корней из n уже начался спад. Уже начался спад. И если я теперь не меняю порядок величины вот этой единицы на корень из e. Это масштабирование просто здесь изменим. Скажу, давайте отойду на 5 корней из n, на 10 корней из n. Представьте себе. Все то же самое, пока я отхожу на 10 корней из n. Что изменится? Так что, ну, напишется это всюду, да? Значит, где там у нас этот x. Значит, ну, вот как бы я вместо кочинуса подставляю. Будет 10. Соответственно, здесь будет 100. x квадрат пополам. И... Ну, и тут будет вместо минус 1 второй минус 100 пополам. Минус 50. То есть, иными словами, вот если я отойду на величину, смиримую с этим, ну, так вот. В конце концов у вас отличающаяся. То, ну, вот это вот падение величины, да? Вот от единицы к нулю. Вот оно явно перед нами тут же произойдет. Вот именно в этом масштабе, так сказать, расстояние. Вы сдвигаетесь сюда и вы наблюдаете, что будет резкий слайд. Хотя ваш сдвиг относительно нуля был, значит, ну, по порядку величины такой же, как и в первом эксперименте. Таким образом, я тут делаю вывод, что площадь под графикой, действительно, она порядка единиц на корень и зен. Все, я тут не ошибся. То есть, вот так ты пополам. Я что-то сомневаюсь. Моешь к работе? Что-то написано пополам. Ну, это, наверное, у меня все. Значит, получается, значит, вот пока вы сместились на единицу на корень и зен, функция с хорошей точностью единица. То есть, вот в этом смысле график вот на этом отрезочке от единицы на корень и зен, он, так сказать, с хорошей точностью просто вот этот прямоугольник. Площадь единиц на корень и зен. А если вы сместитесь чуть-чуть больше, ну, в десять это уже экстремизм, наверное, в двух хватило бы, да? Потому что четверка повыскочила, уже е в степени минус четыре вторых, уже одна десятая. Вот. И, значит, сместившись повыше, вы уже заметите, что функция упала почти до нуля. То есть, как бы, значит, значит, площадь под графика явно больше, так сказать, единицы на корень и зен, но она, когда вы сместитесь, там, ну, с десяткой сделки, она меньше, чем десять. У нас одна единица на корень и зен. Вот. Квадратик со стороной десять на корень и зен, он, ну, он фактически содержит в себе весь под график, просто вот там уже под графикой не видно на правом конце этого промежутка. Значит, действительно получается, что это вот какая-то такая правильная, ну, по порядку величины правильная асимптотика. Ну, естественно, она и просто правильная, раз мы взяли из классической теоремы. Вот. Но мы это почувствовали, вот, видя, значит, картинку, да? Хорошо. И давайте тогда отметим, что, ну, это, по-видимому, довольно характерная картина, если вы рассматриваете интегралы такого сорта. Вот у вас есть интегральная функция, и она имеет вид e в степени a, некоторая fiat x. Допустим, для удобства, чтобы, так сказать, не менять точку зрения, давайте будем считать, что fiat x убывающая функция. То есть у нее самое большое значение в точке a. Ну, тогда мы можем вынести за скобочку константу, вот такую. Ну, а в экспоненте останется уже, вот, полная она, вот, наша вот эта экспонента, e в степени a fiat x минус fiat a. Значит, тут у нас получается, что вот роль этой функции fiat x минус, значит, чем эта функция хороша? Значит, я считаю, что fiat x минус fiat a, в точке a эта функция равна нулю, а после этого, когда x станет больше a, она, видимо, отрицательная. И e тут в отрицательной степени. Ну, вот, у меня роль буквы a играет параметр n, в предыдущем вычислении, а роль вот этого fi, fiat x минус fiat, играет алгоритм косинуса. Он при… А, я вот сюда x, да, и вот сюда уже подставлял x, вот так надо поправить. Я же изучал, как бы, при x равном 1 n вот эту функцию, да, и вот я брал эту функцию. У меня просто оно не написано перед глазами? Должно было быть косинус, это 1,9, на корень, там, у нас, ну да. Где в какой-то части? Вы просто корень вы потеряли. В какой-то корень? Ну, там было, у вас было косинус 1 n, и там должно было быть косинус 1,9, на корень, там. Ну, всё нормально, в общем. А, ничего не понял. Ну, во втором эксперименте… Ну, здесь я не писал, я-то в уме делал, да, вот для 1 n, и какую-то судьё почитать, то нормально. Ну, как бы это ни было, значит, я вот, в данном случае, испытываю… экспериментировал с функцией и не вижу икса. Вот он, икс, да, я в самом начале, как бы, поставил, вернул обратно, значит, дальше мы уже подставляли вместо иксов значения. Ну, вот, а наша функция, значит, е в степени логарифм косинус, это вот, как бы, как раз такая функция, которая при x равном 0 логарифм равен логарифму единице 0, а при x положительных косинус стал меньше единицы, логарифм стал отрицательным, то есть, ну, ведёт себя как-то вот так. Так, значит, я хочу сказать следующее вещь, что, ну, по-видимому, качественное поведение вот этого интеграла, видимо, примерно такое же, значит, экспонента в нуле будет равна нулю, дальше оно убывает, это соответствует какому-то убыванию под интегральной функции, а дальше, если я начинаю а наращивать, то есть, как бы, довозводить в степень а, ну, вот, в прошлом эксперименте это было n, значит, у меня показатель был равен n, то вот становится что-то в этом роде, функция, как бы, начинает очень быстро пригибаться, и вот я надеюсь поймать такой эффект универсальный для, так сказать, целого класса интегралов, что там всегда будет вот такая история, значит, в частности, произошла такая забавная история, смотрите, значит, я разглядываю эту картинку, ну, ну, фактически, вам, не приводя никаких, впрочем, строгих оценок, ну, почти объяснил, что величина этого интеграла, она зависит не от всего отрезка 0, а от очень маленькой окрестности нуля, потому что, как только вы уже отошли сюда, вот эта экспонента настолько маленькая, что уже тут, так сказать, какой отрезок не бери, но эта экспонента просто совершенно пренебрежимая, с любым разумным значением, которое вы писаете в ответе, так что реальный интеграл зависит не от всего промежутка, ну, то есть он формально по промежутку, но вклад, основной вклад в значение этого интеграла дает очень маленькая окрестность нуля. Вот такая история. Ну, вот, вот об этом метод Лапласа, он говорит, как интегрировать функции вот такого вида, ну, точнее, даже не только такого, а, так сказать, с небольшой модификацией, если мы еще дополнительно сюда вот пишем еще какую-нибудь достаточно, ну, произвольную фонусу, но уже без параметров, параметр живет в экспоненте, и нас интересует, значит, вопрос такой, вот данный интеграл такого сорта, параметр А стремится к плюс бесконечности, спрашивается, замените, интеграл на эквивалент. Схема, которая собираешь, так сказать, воплотить жизнь, будет примерно напоминать то, что сейчас мы сделали. Следим, где там у нас φ самое большое, в каком месте φ от х самое крупное, ну, допустим, вот оно оказалось на краю, значит, вытащим этот множитель, он точно идет в чемптотику, а вот у этого, значит, оставшегося интеграл, там еще φ от х надо правильно учесть, да, и я пока его не вижу, я не понимаю, как он тут скажется, ну, пусть пока незримо присутствует, как будто ничего не имеют. То есть про этот интеграл я должен был понять, что-то в этом же стиле, он мне даст, кроме экспоненциальной, еще какую-то синтетику степенную, там, какую-то А в какой-то степени, не знаю, не знаю, да. А что он дал тот факт, что и это их забывает, для того, чтобы мы вынесли эту экспоненту на розыгры. Нет, экспоненту, наоборот, мы после того, как его вынесли, мы обнаружили, так сказать, ну, некую аналогию вот этого выражения и вот этого интеграл-ложка, который я разобрался. Понял. Так, вот тут надо вносить как-то. Ну, не знаю, видимо, мне пока больше тут ничего не понадобится. Давайте я тогда сформулирую первое утверждение, которое вот, ну, схватывает эту идею вот этой небольшой окрестности нуля. Значит, называется льемомо-локализацией. И тут немножечко, может быть, неудачным является то, что у нас интеграл недостаточно, как бы, так сказать, мощный. Ну, сейчас строим теорию, которая позволит нам работать с очень содержательными интегралами, да, теория меры. Но, значит, пока мы еще до интегралов не добрались. А интеграл, который был во втором семестре, был интегралом от непрерывных функций. Ну, вот я предлагаю, так сказать, не особо беспокоиться по поводу этого диссонанса, на самом деле. А, значит, ну, можно считать, что функции, с которыми мы работаем, просто непрерывные. Это уже, так сказать, заведомо содержательный случай. А, так сказать, общий интеграл вносит мало что, потому что мы там какие-то вещи будем предполагать все-таки. Вещи, которые не зависят ни от какой теории, например, функция f от x, которая тут у меня была, я ее буду считать монотонной. Ну, а любая теория интеграла, она под монотонные функции, так сказать, подстраивается. Монотонная функция с точки зрения любой теории интеграла интегрируема. Значит, ну, в нашем случае мы можем непрерывную монотонную функцию интегрировать и кусочную непрерывную. Если захочется, то то, что относится к классу допустимых, когда у нас еще одно число разрывов таких вот, накапливающихся в сторону от точки b. Да, пожалуйста. Ну, или можно в точку а, пожалуйста, тоже можно. То есть множество разрывов представляет собой такую подрастающую последовательность. Это как бы не все монотонные функции этим исчерпываются, но, тем не менее, значит, мы с этим тоже можем справиться. В общем, значит, я верю в то, что интегралы, которые я пишу корректно, лишние слова типа непрерывно я произносить, или, может быть, я буду произносить, давайте я сформулирую тему. Мы посмотрим, хватает тут имеющихся на основу. Шлема называется локализацией. Так, и она говорит следующее вещь. Пусть у нас имеется функция f. Вот мне нужно, чтобы интеграл от этой функции существовал по отрезку агуми. А в скобочках скажу, а на самом деле подойдет слово «сумилово». Это словечко из теории меры. Оно вполне должно заменить на слово «непрерывное», как вариант максимально общего вида, чего бывает в интегральном выражении. На отрезке агуми. Ну и давайте ее считать неотрицательной. И давайте считать, что f не исчезает вблизи точки а. То есть, иными словами, при x близких а интеграл от f не нулевой. Существует окрестность а такая, что при x и z в окрестности. Интеграл от а до x f от t dt не равен нулю. Ну, она неотрицательна, значит, больше нуля. Хорошо. f это та функция, которая живет в качестве множителя перед экспонентом. Ну, я сейчас буду писать в сфере ранее, просто пока у них нет. Еще есть функция φ. φ это убывающая функция на отрезке АВ. Опять, для простоты можно считать непрерывной, хотя, видимо, в любая, значит, в интегралах справится с удовольствием. Значит, и она убывает почти строго. Ну, то есть, можно строго, и тогда вообще слов нет, пожалуйста, годится. Но можно чуть меньше, чем строго. Это значит такая вещь, что для любого t из интеграла АВ у меня верно, что φ от t. Значит, функция бывающая, это означает, что если я двигаю в сторону точки... На точке А она возрастает, да? У меня, как бы, наоборот, все нормально. Это не к этому месту был комментарий. Где-то в каком-то месте бывает такая смешная коллизия, что мы смотрим на убывающие функции, но движемся, так сказать, против направления оси, то есть, как бы, в сторону убывания параметра, и тогда функция, которая называется убывающей, так сказать, для нас она возрастает. Здесь, кажется, я промахнулся, здесь это не надо. Значит, для любого t, значит, φ от t меньше, чем φ от А, и я потребую по совместительству, что φ от А это предел при x, стремящемся к слева, φ от x. Ну, это значит, что вы, как бы, взяли фиат Т, ну, естественно, фиата должно быть... Она, вроде, больше, да? Слева, справа, да, не меньше, а больше. Странно, что-то там не то. Сейчас, значит, еще раз я хочу, чтобы оно у меня в точке А действительно имело максимум. Кажется, оно называется возрастающей тогда, да? Значит, еще раз... Нет, максимум она в точке А самая большая. Значит, φ от А, зачем тут ноль? А, наверное, мне не нужно. Мне кажется, ноль мне тут не нужен, а вот это мне тут нужно. Значит, чем больше t, тем меньше значение. Ну, это действительно меньше, да? Вот. И получается, что, например, может ли функция принимать на каких-то промежёжках? Постоянное значение может, но по мере приближения к точке А, ну, вот у неё есть последовательность, по крайней мере, можно выбрать таких значений, что она будет, вот, вы движетесь в сторону точки А, и она возрастает в доле этой последовательности. Она не может, например, быть в окрестности точки А равна своему значению фиата. Это противоречит вот этому требованию, потому что если вы берёте близко к А, должно быть, тут меньше. То есть она может, так сказать, в сторону точки А вот у вас фиата, да? Вот у вас точка А. Она может иметь какой-то такой вот ступенчатый график, но, так сказать, она заведомо не равна фиата в окрестности точки А, и там вот такая вот возрастающая. То есть такое строгое возрастание не требуется, но, как бы, вот в некотором смысле это означает, что вот она вблизи точки А. В каком-то смысле правильно назвать её такой вот, почти строго возрастающей. В общем, это такое требование хитрое. Любая монотонность обычная со строгим возрастанием тут же вписывается в это правило, да? Ну, вот. Ну, вот. Такое мягкое условие, да. Хорошо. Всё, кажется, больше мне ничего не надо. Единственное, что мне надо, что когда я эту функцию поставлю в экспоненту и начну писать под интегралом, чтобы интеграл имел смысл. Так что, вообще-то, в теории того интеграла, который у нас был, мне достаточно непрерывности. То есть, если непрерывность, тогда тут не надо этих слов построгнуть, да? Или кусочную непрерывность, чтобы, так сказать, конечное число разрывов было. Ну, тогда ладно, можно и так сказать. Но, вообще-то, может быть, счётное число разрывов. Значит, и тогда интеграл нужен чуть-чуть помощнее того, который у нас был. Ну, тот, к которому мы идём, явно это сплазит. Тогда, утверждает протестующая Лемма, выполняется такой волшебный эффект. Ну, не до такой степени выявленный, как вот эта картинка, которая ещё просвечивается красной кляксой. Значит, что значение интеграла зависит от сужающейся окрестности. Мы выяснили, что там, в том примере, берите окрестность размера 10 на корень из n вокруг нуля, и вы поймаете, так сказать, целиком значение интеграла. Ну, это уж, так сказать, экстремальное проявление такой локализованности. Ну, вот, имеет место такая вещь. Для любого c из интервала a, b верно, что интеграл от a до b f от t e в степени a, фи от t, это вот тот интеграл, который мы изучаем, он эквивалентен, при а стремящемся к плюс бесконечности, к интегралу от a до c. f от t, e в степени a, f от t. Того же самого выражения изменился только промежуток. Вот такая вот, значит, лемма. Ну, хорошо, значит, на самом деле, после того наблюдения, которое мы сделали, не кажется, что так уж это неожиданно, но вот, правда, наличие функции факту мы еще не до конца осознали. Вот, давайте на всякий случай. Значит, если функция непрерывна на отрезке a, b, то это значит, что просто интеграл от a до b функции заведомо конеченна, но там ограничена. Здесь предполагается вот второе словечко суммировость. Суммировость означает сходимость от такого интеграла, интеграла от a до b модуля f. То есть вообще вот в теории меры функции, которые вот в теории меры можно любую, в теории интеграла, которую мы разбираем на базе теории меры, любую неотрицательную функцию всегда можно интегрировать, при условии, что она уважает сигма-акуума, на которой задано мера. Мы это обсудим. Так вот, если у вас есть неотрицательная функция, грубо говоря, всегда вы можете, в разумном случае, всегда вы можете посчитать такой интеграл, а если она дает вот эта функция конечный интеграл, а то вы можете модуль снять и разобраться с тем как же собственно и без модуля интеграла ну вот суммировать означает в частности вот это и это пригодно для каких-то оценок которые нам понадобятся я это буду использовать непрерывная функция это автоматически просто максимум длину промежутка оценка для этого интеграла сверху ладно доказательство значит давайте я просто значит возьму эту величину это интеграл от а до b модуля f она конечна и давайте тогда значит возьму и просто пойму чем отличается интеграл в первой части от интеграл в правой части значит это будет ну давайте значит чем они отличаются не понятны чем здесь от а до c здесь от а добры то есть разница состоит то что мы куда-то потеряли интеграла c до b давайте в оцене значит интеграл c до b вот этот вход f от и в степени афи тдт он не просходит ну я пользуюсь монотонностью значит функцию бывает экспонент поддерживает от типа на тонности который имеет показатель дать и чем крупнее показатель крупнее в свою очередь чем меньше показатель меньше экспонент соответственно если принять это тоже было положительное множество и самое большое значение экспоненты в точке c в степени афиа c максимум экспоненты ну так как бы максимум экспоненты вытаскиваю модуль функции ну может быть давно мы не писали этих неравенств с интегралами стоит написать хотя что-то такое мы писали ну ладно короче интеграл заменяем на интеграл от модуля да так экспонента не отрицательная я его под интеграл не буду под модуль писать не буду ну а теперь максимум экспонента вытаскиваю е в степени афиа c а здесь остается фактически интеграл то есть это не превосходит е в степени афиа c на афиа c и я утверждаю что это существенно меньше чем тот интеграл который я оставил давайте посмотрим а что у нас осталось так сказать вот здесь что вот это такое значит интеграл код а до ци оценим его ну хорошо давайте оценим ну вот я воспользуюсь вот этой почти строгостью значит у нас на нет это я просто это близко я хотел в общем садов и здесь от садов бы а здесь я хотел просто даже вот тут все не отрицательно я увеличу промежуток до обои ну или может быть давайте здесь останемся б как было ну а то что интеграл cb модуле не превосходит м потому что это интеграл вот это вот так наверно вот так как-то нехорошо листопище второй штуки третий раз два я вынес из-под интеграла самое большое значение экспонента экспонента убывает поскольку а положительным а страница плюс бесконечности у меня я считаю что положительным соответственно фи убывающая функция то есть самое крупное значение функции фи в точке c экспонента там тоже самое крупное значение вот хорошо а здесь я смотрите сделаю такой фокус он такой совершенно какой-то несколько нелепый просто вообще потрясает свои силы значит смотрите у нас значит есть точка а точка c давайте я выберу между ними точку c1 без проблем но я выберу вот с прицелом на монотонность которая мне там а я точно знаю что можно выбрать число между cc1 так что значение функции фи в точке c1 будет ну вот как бы меньше чем фиа ци фи от цех один наоборот больше она бывает больше ну да c1 ну да я и я делаю такой вот совершенно казалось бы абсурдный шаг в оценке интеграла я говорю давайте заменим интеграл от а до цены интеграл от а до цены ну ничего себе нам как бы нужно оценить интеграл но может показать что он большой первое что сделаем давайте выкинем кусок промежутка ну да по смыслу то я хочу сказать что что вот это вот выражение маленькое это большое и я вам сейчас предъявляю почему оно большое иначе я начинаю предъявляю что оно большое то что я его сам сознательно просто вот ни с того ни сего беру я уменьшаю уменьшаю откидываю кусок промежутки но именно так все происходит и как ни странно это работает потому что теперь я могу воспользоваться оценкой могут в том же самом стиле что только что пользовался вот здесь значит давайте посмотрим на экспоненту значит только теперь оцениваю снизу да значит где тут самое маленькое значение экспонента первых у меня не отрицательное кстати я как бы модуль писал на автопилоте но эту не отрицательность я заказала и просто буду суммироваться равно зачастую интеграл функции ладно но самое маленькое значение экспоненты в точке c1 получается е в степени в нашу минимум афи от c1 ну а тут остается чего-то там интеграл от c до c1 модуль от f дт и мы с вами договорились что этот интеграл ну вот он положительный да значит раз функция положительна то как бы какой тут x не возьми всегда вот а то c1 значит и того значит я хочу сказать что эквивалентность имеет место у меня как бы выбрана c зафиксировано меняется но как бы из условий теоремы я под это c выбрал c1 в этом смысле тоже могу считать что вы давайте его зафиксировано не будем менять и вот тут написано фиксированная оценка здесь написано нечто положительное и что же я вижу и я вижу что вот если сравнивать эти два выражения ну тут какая-то константа тут какая-то константа ладно константы хорошо понятно возможно это очень маленькая но здесь не сидит экспонента у которой здесь показатели фиа ци а здесь нет экспонента которые показатели фиа ци один большее значение здесь сидит там ее в степени x а здесь сидит в степени 10 x и вы а у нас начинаете дальше гнать да потом у вас тут выстоять и в степени 100 и x а здесь будет умножиться на если не тысячи то есть автоматически оказывается что вот при сравнении вот этих двух выражений просто за счет экспоненты выражение которое сейчас написал является бесконечно большим по сравнению с тем которые у меня то есть я тем самым вот этот интеграл исходный могу разделить на две части на первую на вторую и оказывается что первая часть существенного лапса и второй на ума первая часть то маленькая значит этого маленькая от е в степени а фиа ц 1 ну на константу не знаю оставить ее как константу ну или обозначить там какой-нибудь буковкой м вот маленькая при а стремящемся к бесконечности плюс бесконечности ну и тогда все значит я фиксированным c разбил на две части и говорю что при а стремящемся к бесконечности часть так устроена она большая вторая маленькая от нее значит выражение к валял на первую службу хорошо замечательно то есть вот сработала такая локализация и давайте ее тогда результаты зафиксируем виде такого следствия условиях леммы да при вот условия леммы в частности задано c во всякий случай давайте это лишний раз скажу там оно как бы говорится любого цель но вот при фиксированном c выполняется такое замечательное утверждение которое говорит значит что вот эти два интеграла почти одинаковые я сейчас это напишу в виде неравенства и в виде неравенства выражающего то есть я пишу определение предела для того факта что частные вот эти два поражения стремятся к нулю любого и всего больше нуля хорошо забыли на любого и всего больше нуля существует а с ноликом такое что при а больше а с ноликом выполняется частные интегралов зажата между ну один из них но они положительные да значит были значит еще раз модуль счет это я забыл положительные значит этот большой маленький потому что тут вот промежуток чуть пошире чем вот здесь то есть как бы если я делю вот первый правый на левый то частная фига больше единицы и она стремится к единице ну соответственно вот я это напишу о только мне интересно это записать как оценку интеграла а там ну короче пишу надо проверять что так и есть значит наши интегралы ну давайте один раз напишу я в степени афи а т дт меньше либо равен вообще даже строго меньше может не надо меньше либо равен интеграла от а до b того же самого и меньше чем 1 плюс ε на интеграл от а до c да то есть если я делю наоборот левый на правый то частное будет больше единицы потому что левый крупнее но оно не больше чем 1 плюс ε то есть это определение предела определение предела вот и такое еще замечание вот мы тут могли бы еще подумать на тему что если мы вот допустим берем и в это же самое выражение вставляем какую другую функцию вот тут стоит функция f а если бы мы поставили бы функцию которая ну как-то по известным образом связано с f от t например бесконечного лапса по отношению к f ну вот в точке а или наоборот с измененкой вещества или и или еще как-нибудь вот если об этом замечание если у вас же это допустим о большое от f при т стремящемся к а то тогда интеграл от а до b функции g от t на е в степени а фи от t будет у большим давайте вот интеграл от а до b f в степени а фи это все при а стремящемся к бесконечности ну просто потому что соответствующие интегралы будут выдерживать неравенство элементарные я не буду может быть это специально комментировать вот а с другой стороны может быть и стоит прокомментировать но сейчас я тогда скажу значит и тоже верно ну тоже в смысле аналогичного сорта утверждения если g равно маленькое от f если g эквивалентное то тогда там тоже интеграл равен маленькой интеграл равен ну большое значит ну можно это как бы подвергать логике но вообще у нас про это был небольшой сюжет во втором семестре когда мы изучив интегралы еще к тому же применили наше знание к асимтетическим соотношениям и мы как раз в тот момент обсуждали вещи что если одна функция большая или маленькая или эквивалентно по отношению к другой а вы что-то там вычисляете интеграл то то как раз у вас получится интеграл который ведет себя таким способом здесь немножко другая ситуация но это все равно как бы в смысле там процитировать может быть интегрирование асимтотических равен значит значит если функция то могу большой другой то интегрирование от а до x там функции является большим интегрирование от а до x функции g такого сорта были утверждения то есть не было параметра по которому асимптотика асимптотика была по иксу который применится при бесконечности ну в общем это все родственные вещи в общем я не буду сейчас к этому возвращаться ну замечания в конце концов я его не докажу в общем оно здравым смыслом вроде должно восстанавливаться ага хорошо ладно теперь значит я изо всех сил хочу изжить из основной теоремы как бы это сказать противные технические детали не уверен что у меня это получится поэтому я попытаюсь сначала сформулировать жизнерадостные игнотера как игнорировать технические детали но возможно потом мне придется вернуться и так сказать все таки для строгости изложения эти технические детали вставить в тип теорему тип теорема которая собственно и называется методом Аллафласа это вот такое утверждение пусть у нас имеется функция f опять не отрицательная и пусть она у нас ну такая как лень вообще мне хватает суммируемости ну или если так сказать говорить языком прошлого семестра просто непрерывно да ладно я ставлю суммируемость на отрезке аж и пусть известно что эта функция ведет себя вот совершенно предсказуемо в окрестности точки а она там имеет асимистотику мы знаем как ее заменить на эквивалентную при Т стремящемся к вот так ее можно заменить на эквивалентную существует такая константа это и такая такой показатель q что вот у нас имеет место такая вот асимистотика при Т стремящемся к ну l это какое-то вещественное число а q тоже вещественное число больше минус единица больше минус единица ну чтобы интеграл сходится если вы напишете ну вот экспонента она там в районе точки а напоминает нам близко к константе е в степени а большую на фи акта да и если интеграл от множителя перед экспонентом расходился а это было бы если показатель был минус один или менее то что мы тут считаем все интегралы расходятся значит вот вот такая вот значит от функции f требуется история значит на самом деле известная асимптотика и от функции фи мне тоже нужна какая-то информация из той же асимптотики значит функция фи она монотонная монотонно бывает сейчас и я в данном случае не беру такое же условие как из лемма так сказать строго или что-то потому что про фи я тут тоже буду предполагать что я для фи тоже имею асимптотику фи хорошо выражается при тестере мячем сяк давайте я буду раз она убывает значит я буду рассматривать разность фи от а минус фи от т это положительное значение значит она бывает т больше а разность неопроцательная то есть эта штуковина эквивалентна константа на т минус а в степени p p больше нуля p больше нуля p возрастания было выражение если это меньше нуля то оно неправильный тип монотонности имеет ну а константа c какая там в общем вот тогда сейчас единственное что мне может быть это буква c не нравится ну ладно пусть c тогда я хочу сказать что если вы рассматриваете антиграл от а до b f от t e в степени аф я то на самом деле можно прямо написать ответ чему эта штука эквивалентна вот через самые цели но как раз это вот деталька которая ну вот он эквивалентен и можно написать ответ но если я впишу сюда то просто всех простошнит я лучше напишу как сказать идейную часть чему он эквивалентен он эквивалентен антигралу в котором вы вот эти имеющиеся функции f и fi подменили на эквивалентные как бы вот изменили на их асимптотики в точке а то есть вместо f вы написали чего тут написано l на t минус а в степени q а вместо fi вы тоже написали то что тут написано ну наверное может быть множитель ну чтоб тут образовалась fi от а минус fi от t я этот множитель как бы вынесу может быть за скобочки значит вот так е в степени а фи от а да и тогда у меня вот fi от t минус fi от а окажется значит можно написать что это е в степени минус c на t минус а в степени b значит c положительный иначе опять монотонно это эквивалент работает при а стремящемся к плюс бесконечности да ну вот в этом смысле утверждение чрезвычайно простое получилось то есть как бы оказывается вот чтобы считать такой интеграл от неизвестно чего от каких угодно достаточно сложных функций можно заменить этот интеграл на асимптотики ну и фактически дальше разобраться вот с этим интегралом а этот интеграл совершенно триверальный а вот асимптотика пишется я похожее напишу а может быть и не чуть похожее а прямо сейчас если я тут запутаюсь в каких-то константах но значит в любом случае вот из этого уже получить явный вид асимптотики вот как в этой задаче просили эквивалентно вот такому-то конкретному выражению ничего не стоит и я вот как раз замечание к теореме надеюсь что я получу если конечно удастся избежать этого деталя доказательств значит доказательств ну почему так происходит более-менее ясно с точки зрения здравого смысла мы только что доказали что вот в этих условиях заработает лима локализация предыдущая да и значит вот этот интеграл по большому счету эквиваленте интегралу по любой малой окрестности интегрируйте от а до чего угодно то м с хорошей точностью равно что осеньптотики фи с хорошей точностью равно своей осеньптотики по винтирующим corporations просто это записать в виде аккуратных неравенств потому что все-таки это эквивалентность это утверждение, что предел частного двух интегралов стремится к единице вот как-то так, да? ну хорошо, значит давайте берем ε больше 0 фиксируем это то ε, с которого начинается определение предела и многое всего больше 0 частный интеграл по модулю отличается от единицы меньше, чем на ε вот это я хочу доказать ладно, значит выбираем ну вот в лемме это было ну c было в лемме ну ладно, хорошо выбираем s такой, что значит при t преднадлежащем отрезку от a до a плюс s у нас имеет место значит неравенство, говорящее о том, что наши асимптотические соотношения имеют хорошую точность значит первое неравенство про функцию f это значит то, что если f от t делить на ее асимптотику lt минус r в степени q то эта штука зажата между 1 минус ε и 1 плюс ε ну раз эквивалентный частная стремится к единице значит действительно ε мы взяли значит действительно в некоторой окрестности будет зажата это я воспользуюсь опять определенным пределом и аналогично совершенно такое же неравенство про φ вот данная вторая симптотика я пишу второе соотношение фиат а минус фиат t делить на ct минус a в степени p тоже зажата минус 1 минус ε на 1 плюс ε у нас есть еще кроме того когда вы все выбрали и когда вы выбрали промежуток видите когда вы зафиксировали вы можете еще вот 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 дальше продолжать да значит что нужно сделать для каждого эпсилон берем значит вот цеха которая тут выбралась одновременно с этим и все он да значит фиксируем цель и для любого и все можете одновременно их выбрать назначить и тогда существует а 0 такое что значит вот я значит впоследствии сейчас вот значит хочу сказать что тогда существует а 0 вот я уточню как она выбирается чуть попозже ну какой интеграцию тут надо оценить и значит вот сюда вот на место этого вопросика допишу из каких соображений это мы выбираем сейчас пока давайте значит такое что для любого а больше а 0 я смогу тогда написать оценку выражающую то что вот эти два интеграл почти одинаково так хорошо давайте значит ну во-первых я могу подменить интеграл от от до b нашей функции до интегра вот вот поэтому неравенство это вот одно из условий на которое минус на 0 значит ограничение вот поэтому я знаю чему равна граница вот это значит я могу воспользоваться то есть неравенством сказать что интеграл исходный нашей функции значит интеграл от а до b f e в степени афи он меньше чем 1 плюс эпсилон на интеграл от а2 плюс s f e в степени афи ну давайте дальше тогда сделаем тот же самый фокус значит вот когда я беру этот интеграл я могу вынести и в степени афи а там образуется разность ну собственно может быть я сразу подводите еще не делал е в степени афи вот а маленького я бы не за скобку у меня под интегралом осталась функция f и функция ну знак минус поставлю фи от а минус фи от t f от t это тогда уже будет dt выскочил такой интеграл и раз он выскочил а у меня вот там видите неравенство сверху две штуки на тему как оценивать их через 2 и 8 точку и фи через 8 точку я тогда заменю имеющиеся здесь функции через их 8 точеки значит вот эти неравенство использую значит у того 1 плюс эпсилон е в степени афи от а так f от t заменяю на 1 плюс эпсилон 1 плюс эпсилон с какой стороны буквы писать я не знаю пусть она снаружи будет написано интеграл от а до а плюс s t минус а в степени q это я заменил f на lt минус а в степени q с весом 1 плюс эпсилон то есть я воспользовался неравенством я точку под ним поставил и сфи я тоже использую как свиток минус нам нужно все вот это неравенство будет использовать чтобы была цена сверху получается и в степени минус 2 1 минус эпсилон c минус а в степени так сейчас и значит давайте еще разок конспектировать так сказать мою деятельность значит чтобы это работало я должен вот в этом месте верить в то что выполняется следствие из моей леммолокализации да а чтобы она выполнялась мне нужно считать что а большое достаточно следствие говорит неважно какие вы тут концы промежутков пишите но это все при больших а вот этот это неравенство это по следствию и чтобы она работала вот нет здесь нужно сказать как я выбираю 0 ну вот я уже так и так может не записал но признёс да что раз мы знаем чему равно число c из следствия но у нас равно а плюс с мы его выбрали сейчас я закончу сразу начну получается что вот здесь у меня я поставлю такой значок который говорит что это вот вот одно из требований как я с оглядки на что я выбираю параметра 0 а а будет больше ну понятно тут я 0 такое выбрать могу я просто несколько ограничений что 0 должен быть настолько крупный настолько крупный настолько ну и под все ограничения у максимума из этих ограничений и все получится наверное хотим условия теоремы после тогда под интеграл справа написать а в экспоненте очень хотим да да мы хотим конечно писать без а вот это все не работает так хорошо ну значит что тут у нас такое получилось теперь кажется более-менее все что нужно получилось значит так c вот это лишнее да значит вот в моем интеграле с которым я все сравниваю ну тут ладно а b мы уже понимаем что в таких интегралов неважно от а до b или не до b но вот но то что вот тут лишняя вот эта штука это пожалуй она лишняя да наверное надо сделать заменопеременные давайте а чтобы ну ладно что там значит забытые слова китайская методика значит а переменное интегрирование вот это иероглиф давайте введем новый иероглиф так сказать вот этот который равен 1 минус эпсилон степени единицы на p на t минус а то есть я как бы делаю ну у меня не отцентрированный интеграл надо его центрировать t минус обозначенного буковкой да вот вот кружочек это новая буковка она меняется от а до с 0 до с для этой новой буковки я ее ну вот линейно масштабирую делаю с таким процентиком если я это сделаю у меня значит просто вот где-то тут вылезут какие-то многочисленные константы связанные с тем что во-первых надо да там пересчитать выскочит одна такая штука во вторых вот тут t минус а в степени q выскочит еще какая-то степень ну короче вот какая-то сложная деятельность значит это получается что это равно 1 плюс эпсилон уже накопилось в квадрате значит е в степени а фи от а и интеграл так интеграл сейчас значит и того 1 минус эпсилон ну может быть не надо интеграл сейчас еще пока без интеграл напряжемся и выпишем что вылезает вылезает 1 минус эпсилон значит он вылезает при минус а это tau минус а делить на вот такую штуку она видимо в степени поделить на q и dt это dtau делить на 1 и еще плюс 1 плюс 1 это вот технические детали пытаются вырваться на волю так кажется так и значит тогда получится что под интегралом останется ну я не буду писать буквку tau я снова напишу букву t ну как бы вернем обратное обозначение да получается t минус а в степени у е в степени а t минус а в степени p dt интеграл от а а тут еще растянется s s перемастабируется значит s тоже умножится на 1 минус эпсилон в степени 1p t от а плюс а на а плюс s на 1 минус эпсилон в степени 1p а а а а а а а ну хорошо а значит что тут все все что нужно есть да потентральное выражение или степени экспонента все так надо но только а в интеграл теперь чуть-чуть по более узком промежутку чем только что был потому что там умножился видимо на число чуть меньше единицы ну я вот смогу воспользоваться этим неравенством она всегда верно просто взять ну тут не отрицательно еще расширить промежуток заменить на интеграл а там b меньше значит этого получается меньше такой штуки смешной 1 плюс эпсилон в квадрате 1 минус эпсилон плюс 1 делить на фу е в степени афи от а это уже то что нам нужно в ответе а интеграл такой прям как с правой части значит изменение которое я здесь пишу я меняю просто вот эту границу интеграл на b так это я получил неравенство одну сторону я взял то что написано слива и оценил сверху и что же у меня получилось ну получилось точно что до каких-то выражений которые ясно собственно стремящимся к нулю будут значит исчезать получилось что вот есть такая оценка только значит еще тут параметр а еще есть надо это все будет потом собрать в виде четкого утверждения лишний параметр пока так хорошо теперь я этот же интеграл снизу аналогично интеграл от а до b f афи f и в степени афи ну первое неравенство которое использую в нем ничего не надо опять это просто неравенство об уменьшении промежутка интеграл от а до а плюс s тут пока все автоматически даже я писал написать не надо кажется пока еще а дальше начинаю выписывать начинаю выписывать эти асим-точки меняя под интегральную функцию соответствующим что получилась оценка снизу значит в экспоненту нам вместо функции нам надо написать поменьше это значит я воспользуюсь неравенством куда я ставлю две точечки а экспоненты которые отрицательные я в нее буду писать наоборот побольше и это будет тоже оценка снизу значит у меня получится е в степени афи на большой афи от а маленького на л давайте здесь еще не тронуто выражение как бы исходное да теперь а теперь я его оценивала связано поскольку работа на хорошем промежутке значит и того значит появление буковки л даст мне один минус и все значит л е в степени афи от а это мы выносим как устроено теперь интеграл будет такой как надо f превратилась в l написал на t минуса в степени q а экспонент превратилась вместо разности фи там теперь сидит константа на еще и все е в степени минуса константа 1 плюс е в степени еще t минус а в степени p вот так вот t так что-то длинный какой-то ну да такой же длинный какой-то избавиться от этого 1 плюс c получается что это будет равно значит у нас что появится значит 1 минус эпсилон вот выскочил вот это видимо тут все то же самое только что вот вместо 1 плюс эпсилон 1 плюс эпсилон видимо никакой разницы то есть я проделал эту штуку здесь у меня в интеграле уже было множитель 1 плюс эпсилон почему он в квадратике стал? так и надо а он тут 1 плюс эпсилон в квадратике был а у меня там почему-то только в первой степени хорошо значит и того то что касается вот того что тут было это вот значит этот множитель остается без изменения а еще и выскочил знаменатель ну значит вот он выскочит в похожем виде 1 плюс эпсилон в степени p плюс 1 делить на q так хорошо ну дальше все останется как есть да l экспонента афиа интеграл от а до а плюс а с подправится тоже на ну видимо такую штуку с плюсом 1 плюс эпсилон в степени 1 pt ну а в нормальной функции такая же t минус а в степени у экспонента минус а с минус а в степени p d t так хорошо и я надеюсь что теперь я сделаю следующую вещь что я к этому интегралу применю вот идеологически вот такое неравенство то что интеграл от а до с больше интеграл от а до б только нужно еще там лишь не множество 1 плюс с что он какой то выскочет значит и того ну давайте чтобы как бы не значит я уже один раз вот это вот ссылка на следствие да вот на то самое следствие которое говорит что как только вы знаете вот эту вот границу верхнее число а плюс с оно там c обозначается то вы можете как бы вот там а 0 выбирать и так далее ну здесь получается что я эту границу слегка завысил поэтому давайте я верну здесь просто с я сейчас получаю оценку снизу да значит это больше всего того же самого что было 1 минус epsilon 1 плюс epsilon 1 плюс epsilon L E A FI интеграл от A туда A плюс S вот ром того что было написано да он просто взял и этот 1 плюс epsilon убрал уменьшил значение и теперь я нахожусь в ситуации опять когда работает условно говоря следствие только следствие работает для здесь оно работало для исходной функции а там я запускаю это же самое следствие для ну вот этой второй функции из правой части значит больше по следствию для функции вот этой вот которая под интегралом T минус A в степени Q E в степени минус A C T минус A в степени P T минус A в степени F F значит и это как бы еще одно условие на анониме будет я сейчас это запомню ну и я тогда значит могу сказать что это больше чем значит множитель был 1 минус epsilon 1 плюс epsilon плюс 1 Q кажется значит вот еще 1 плюс epsilon должно появиться значит еще плюс 1 к этому делу а интеграл превращается в интеграл от A до B ну а под интегралом живет ну вот все эти персонажи включая вот сейчас только куда экспоненты делают а E в степени A F да тоже надо написать E в степени L отправляется под интеграл а сюда да экспонент E в степени A F интеграл на все что на все что давно в этом режиме T минус A в степени Q E в степени минус A C T минус A в степени P D A до B вот готово ну мне кажется так с непривычки может быть это кажется громко во первых это громоздка но это как бы громоздкость такая типа вот я заявился сравниваю две какие-то выражения они большие и приходится их понятку расписать вот такая вот громоздкость идейные вроде громоздкости нет есть простенькая лемма которая значит у меня там была сформулирована и я с помощью этой леммы пропишу всего-то неравенства вот теперь давайте пожинать плоды значит и того как только мы взяли E E и назначили S то мы можем назначить A 0 так что и вот для этой функции выполняется лемма и с этим эпсилом и для исходной функции выполняется лемма с этим эпсилом и тогда получается что для любого для любого эпсилом больше 0 существует A 0 такое что при всех A больше A 0 вот это вот пара неравенств выполняется ну давайте чтобы так сказать это у меня поместилось в строчку и значит я с этим мог работать давайте вот этот интеграл я условно назову сейчас E левый а этот интеграл я назову E правый да тогда кажется у меня получилось такая вещь значит что если я делю и левый на E правый и левый на E правый то это частное зажато между двумя техническими константами завязанными на этом значит когда я делю сверху у меня оценка выглядит вот так вот с такой константы сверху значит 1 плюс ε квадрат на 1 минус ε в степени по плюс 1 делить на 0 ну и аналогичная оценка справа справа вот она константка значит чуть-чуть перераспределилась 1 минус ε сверху в первой степени зато 1 плюс ε там какой-то более большой p плюс 1 делить на q плюс 1 ну мне кажется это вполне тянет под определение эквивалент это означает что как бы частные этих интегралов как функции от а стремится к единице значит мы с вами декларировали да что можно писать конечно то что это частное лежит там и левое делить на и правое минус 1 ну или лучше даже не минус а меньше чем 1 плюс ε больше 1 минус ε но это такие люди попроще пишут так сказать просточки мы написали вместо 1 минус ε на них плюс ε такое чудище и вот такое чудище но понятно что при переборе ε сколько угодно близких к нулю вот эти границы сближаются становится сколько угодно близко к единице поэтому я просто схватываю то что нужно нам в определении предела ну вот кажется получилось поздравим нас это называется я изжил технические детали из металла класса ну по крайней мере значит если вы с самого начала написали условия то все что я делал это я переписывал фрагмент этого условия да может быть если бы я даже как-то это обозначил может быть и не было бы столько много букв хорошо так давайте тогда ой перерыв устраиваем так у меня что помыслы нет нет вообще нет так тут как-то я теперь не понимаю а она как-то она она как-то она она как-то она так из так надо знать ли или Продолжение следует...